Лофт. История красивой жизни. Уже завтра в Екатеринбургском театре эстрады состоится мировая премьера. Это мюзикл о любовном треугольнике между фотографом, манекенщицей и молоденькой актрисой. Репортаж Яны Макаевой с финальной репетиции. Блеск софитов и сияние глянца. История красивой жизни ослепляет с первых аккордов. Не знаю, как вряд ли все, как кого разметить. За внешним лоском скрываются искренние переживания героев. Их опасения и мечты, разбитые надежды и вера в лучшее. В роскошном лофте кипят отнюдь не звездные, напротив, земные страсти. Тут и ревность, и предательство, и настоящая любовь. Это очень красиво, это очень добрый, действительно, очень трогательный и очень жизненный с точки зрения внутренних переживаний человеческих мюзикл. Он амбициозный фотограф, она великая манекенщица, правда, прошлого века. В их богемной жизни появляется никому неизвестная провинциалка, которая мечтает оказаться на обложках журналов. Эта роль, признается актриса Маргарита Корабельщикова, во многом ей близка. Я сама из маленького городка, мне было, наверное, легко испытать, показать это на сцене, как это добиваться чего-то, желать чего-то. На генеральной репетиции с иголочки не только костюмы, но и свет, и декорации, и спецэффекты. От идеи до воплощения мюзикл рождался в стенах Екатеринбургского театра эстрады. Музыка и стихи специально написаны для спектакля и ранее нигде не звучали. Всё, что здесь в этом спектакле создано, это силы нашего театра. Более ста человек в спектакле участвуют. У каждого есть своя роль, у каждого есть своя заслуга, у каждого есть своя какая-то внесённая сюда идея. Поэтому это очень долго пересказывать, но в общих чертах это смотрится красиво. Создатели мюзикла смело заявляют, эта постановка под стать Бродвею. Работа над ней длилась больше года и, как результат, аншлаг. Зрители раскупили билеты за несколько месяцев до премьеры. Она состоится уже завтра, 30 ноября. Яна Юмакаева, Евгений Кузнецов. События ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова